а также множеством других активностей, которые мы делаем под этим брендом уже довольно давно. Я бы, наверное, описал круг деятельности нашей следующим образом. Мы занимаемся какими-то нестандартными музыкальными программами, придумываем необычные музыкальные решения для городских фестивалей, для городских мероприятий, для культурных институций и для многих других форматов. То есть у нас как бы такая фишка изначально появилась, что мы хотели изменять формат городских мероприятий, потому что нам показалось, что он немножечко такой застоявшийся, и что в нем можно сделать больше гораздо экспериментов, и в том числе и в музыке. Но я об этом расскажу еще чуть позже, на самом деле, когда перейду к фестивалю, потому что, в принципе, история фестиваля Fields во многом связана и со всеми остальными нашими активностями. Я, кстати, делаю сегодня свой первый в жизни вебинар, поэтому не обессудьте, могу где-то немножечко лажать и тупить. Итак, у нас есть презентация, по которой мы будем вести нашу, собственно, нашу, хотел сказать, беседу, но не совсем беседу. Скорее я буду вести свой монолог, а вы сможете наблюдать за происходящим. Я бы хотел начать, наверное, с того, что рассказать, на самом деле, как вообще так произошло, что на свет появился фестиваль Fields, на котором в открытом парке средь бела дня мог выступать Мико Вайнё, шумовой финский музыкант, или, допустим, Марк Фэлл, или Паттен, или, не знаю, там, выступать в парке Горького Ла Раджи и другие музыканты, которых, наверное, тяжело представить немножечко в формате городских мероприятий, как, в общем-то, сейчас, так и тогда, так и, не знаю, ни в какое время это не казалось нам нормой. Вот, поэтому это было достаточно интересным экспириенсом для нас, как для организаторов и для города, как, не знаю, как для наших посетителей, мне кажется. Так вот, в общем-то, история вся началась в 2013 году, когда я попал в музеон, который только-только прошёл первый этап своей реновации и превратился из такого, скажем так, сарайчика небольшого, который соседствовал с парком Горького и неприметно существовал. Мне кажется, о нём ещё даже многие особо-то и не знали, и, ну, как бы, слово музеон даже тогда не говорило людям ни о чём. Какой-то, ну, как бы, я думаю, что его, как бы, жизнь началась вот примерно в 2013-2014 году для нашего поколения, по крайней мере, москвичей. Что, в общем, как всё произошло? В 2013 году я устроился работать продюсером музыкальной программы в парк, и, ну, как бы, понятно, я не стану скрывать, что, как бы, вкусы у меня всегда были такие радикально-авангардно ориентированные, просто они в какое-то время там по-разному деформировали. Но тут даже дело, на самом деле, не во вкусах, потому что, как бы, работал я до этого в разных местах, как бы, и, ну, не то чтобы там себе позволял делать то, что я хочу, как бы, скорее делал, как бы, то, что необходимо там в формате того или иного учреждения и компании. С фестивалем Fields получилась следующая история. Когда я пришёл в музеон, я попал в довольно классную креативную команду, которая работала тогда там, и команда занималась, по сути, реновацией парка, но не по части какого-то внешнего вида, то есть, как бы, там уже, в принципе, вовсю шёл ремонт, выстраивались променады, сажались красивые растения, строилась Крымская набережная, и там уже летом 2014 года Крымская набережная открылась и стала такой, какой мы её, в общем-то, знаем и видим сейчас. Вот, а команда наша креативная занималась тем, что, ну, как бы, разрабатывала имидж парка, занималась мероприятиями, придумывала какие-то прочие активности, и, как бы, генеральной идеей реновации было то, что музеон, это не совсем парк, это не только парк, это ещё и музей под открытым небом, у него, в принципе, у него официально есть такой статус, ещё с 90-х годов, вот, и поэтому, конечно, как бы, ну, было немножко немыслимо делать в этом парке какие-то просто парковые активности, потому что, ну, то есть, как бы, странно, не знаю, там, заниматься спортом в парке, который, там, является музеем, как мне кажется, вот, и мы, как бы, каждый в своём направлении занимались тем, что пытались привести парк к какому-то, как бы, привести парк к этому статусу музея, собственно, как бы, на деле, чтобы он соответствовал ему. И, конечно же, когда дело дошло до планирования первого музыкального сезона, который прошёл при мне в 2014 году, то, ну, я подумал, что, как бы, наверное, не стоит, как бы, просто вестись на поводу у каких-то трендов и делать, делать то, что просто сейчас делают все. А я напомню, что был 2014 год тогда, время, когда, когда, собственно, вот это, то, 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 то самое, те самые, та самая капковская эпоха, когда, когда, когда повсюду появились хипстеры, когда инди-музыка стала каким-то новым городским попом и зазвучала во всех парках, и, ну, вот это всё, в общем, сами примерно, примерно помните, что было 6-7 лет назад. И у меня появилась какая-то, ну, интенция сделать шаг, ещё один шаг вперёд, потому что, ну, понятно, что там группа Помпея, Тесла Бой и, я не знаю, как бы формат Мазерленда, хотя Мазерленд, на самом деле, ладно, не буду говорить, Мазерленд мы тоже проводили у себя в парке, совместно с Мазерлендом, конечно, вот, но в целом, как бы, вот это такое западное, западническое инди, оно уже на тот момент, ну, не казалось каким-то прорывом, что ли, и не казалось чем-то, не казалось вызовом. А искусство, ну, как бы, мы всё-таки делаем, мы занимались музеем, и поэтому, как некая форма искусства, конечно, музыка должна тоже опережать своё время и, не знаю, как бы, должна вызывать какие-то сильные эмоции, и это могут быть разные эмоции, это может быть и восторг, и удивление, и непринятие, и отвращение, но, как бы, главное, чтобы это не было чем-то фоновым, условным элементом лайфстайла. Индия, как мне кажется, на тот момент уже превратилась в такой своего рода лайфстайл. Поэтому мы, собственно, и затеяли какую-то такую музыкальную программу, которая бы соответствовала своему, которая бы соответствовала званию музея. И таким образом мы провели в 2014 году первый фестиваль «Филдс». «Филдс» на тот момент существовал как небольшой проект, которым я занимался с 2012 года. Было несколько отдельных мероприятий в клубе «Артплей» в 16-тонных и на других площадках, но, как бы, формат фестиваля до этого мы не практиковали. И, конечно же, идея сделать какой-то необычный, какой-то необычный фестиваль, на который при этом действует свободный вход. Мы, как культурное институция, как культурное учреждение, которое работало на субсидии Мосгорпарка, то есть Департамента культуры. Тут тоже, кстати, стоит, наверное, дать небольшую справку, чтобы вы понимали, как вообще возможно было делать то, что мы делали. Это были субсидии Департамента культуры, которые выделялись... Департамент культуры, извиняюсь. Которые выделялись тогда достаточно... Скажем так, гораздо более массово, чем сейчас. И даже я, наверное, застал момент перехода, когда 2014 год был последним, скажем так, перед кризисом, когда парки все еще располагали какими-то значительными бюджетами и позволяли себе делать достаточно большие программы. Не только музыкальные, но и вообще, в принципе, мероприятия. Вот. И вот 2014 год был как раз последним таким годом, когда нам удалось достаточно так масштабно наполнить программу парка самыми разными событиями. Помимо фестиваля Филса был еще фестиваль Парка Троника, который мы делали, который, в принципе, по духу был похож на Филс, на такой чуть более отлетевший, потому что там самая, наверное, знаменитая история – это Парка Троника 2, которая прошла на новогодние праздники, на новогодние праздники после как раз 2013-2015 год в январе. Мы... У нас был выделен бюджет на отмечание праздников, собственно, Нового года, Рождества, и как создание какой-то развлекательной программы на это время. И мы запланировали на 6 января такой мини-фестиваль Парка Троника 2, в рамках которого мы привезли Отто фон Широка. Это такой американский брейкор, глич, экспериментальный артист, скажем так. И Майка Парадина, совладельца лейбла Мюзик, а также мы привезли 4 позиции Бруно и группу Де Шапка. Но никто из нас не ожидал, что будет минус 26 на улице, и получилось очень так фантасмагорично и странно, но при этом это было действительно круто, потому что я думаю, что если бы мы сделали бы какие-то очередные скучные народные гуляния, то на них бы пришло бы 20 человек. Так пришло бы человек 200. Но те 200 человек, которые пришли, явно были в восторге от происходящего, хоть после каждого выступления все и бегали греться в кафе, напиваясь горячими, не знаю, горячительными напитками между выступлениями. Вот. Ну так вот, да, возвращаясь к тому, как стартовал наш первый сезон в 2014 году. Фестиваль Фью, вот я сейчас, кстати, переключаю на следующий слайд, здесь коротко можно увидеть историю фестиваля с тем, на каких площадках он проходил и будет проходить. В 2014 году мы сделали первый фестиваль Фью в июле, это было двухдневное мероприятие, федлайнерами которого были Хаушка, это неоклассический пианист и композитор из Германии, Хиллор Гундадотер, та самая, которая написала саундтрек Чернобылю и Джокеру и получила в этом году Оскар. И также на этом мероприятии как раз выступал Мико Вайнио, которого я уже упомянул, причем он выступал не один, а в коллаборации с композитором-минималистом Шерлеманем Палестином и перкуссионистом Эриком Тилимансом. Вот. И, ну, еще куча была, огромная масса российских артистов, это там, среди прочего, состоялось, если не ошибаюсь, первое выступление Форест Эпп, который стал после этого одним из наших, я не знаю, не стану говорить слово резидентов, но постояльцев, потому что мы его очень часто возили в Москву на разные программы, на разные мероприятия. Вот. И это был такой совершенно дикий эксперимент и для нас, и для того времени, и, в принципе, какой-то очень необычный фестиваль с бесплатным входом, доступ на который открыт всем желающим, и, как бы, ну, можете себе представить теплый июльский день, а фестиваль проходил первый год в июле. Это был теплый июльский день, и два дня подряд в парке звучало очень разное, очень... Я бы не сказал даже, что она вся прям дикая, какая-то странная, страшная была эта музыка, но она была разная, местами непривычная, местами она была красивая, понятная, ну, то есть, как бы, идеей было собрать максимально широкий спектр, который мы могли себе представить, и презентовать его в формате фестиваля. Вот. И, как помнится, все прошло очень круто. Я помню, как полный парк людей, которые пришли послушать хаушку, сидели там на разных пригорочках, расстелили, устроили пикники, куча людей с детьми, и все, как бы, при этом довольно-таки увлеченно слушали и наблюдали за происходящим. Вот. Ну и, собственно, как бы, с этого началась история фестиваля, который, как вы видите, растянулся после этого вплоть до нашего времени, и уже и на 2021 год даже есть планы, которые мы недавно проанонсировали. Что я хотел сказать дальше? В 2015 году мы продолжили свой фестиваль, пока я вот, кстати, тут показываю фотографии с 2014 года, и здесь можно видеть лайнап выступавших артистов. И, кстати, он здесь даже не полный. Это, наверное, половина лайнапа всего. Вот. Ну да ладно. И в 2014 году, в 2015 году мы продолжили наш фестиваль, и на этот раз тут стоит сделать такую небольшую, тоже забавную оговорочку о том, что фестиваль, в принципе, мог бы и не состояться в 2015 году. А состоялся он... Не состоялся потому, что как раз-таки случилось то самое урезание бюджетов. Для примера просто расскажу, как бы если там в 2014 году парку выделялось там... Выделялись бюджеты на отмечание кучи праздников, причем даже тех праздников, которых многие из вас наверняка и в жизни не слышали. Среди прочего, там, я не знаю, мы отмечали День семьи, любви и верности, День российского флага и, я не знаю, ну какое-то огромное количество достаточно небольших праздничных дат, под которые раньше государство выделяло бюджеты, а потом как бы в связи с кризисом перестало выделять бюджеты. И таким образом в 2015 году у нас предполагалось, если не ошибаюсь, бюджеты, которые выделялись тогда, их было ну очень мало, то есть там как бы праздники сократились буквально до трех. Деньги выделялись на отмечание 9 мая, кажется, День России, День города и Новый год. Вот, и в связи с этим как бы фестиваль оказался под угрозой, и под угрозой проведения, но мы каким-то чудесным образом согласовали его на отмечание Дня города, что, конечно, было достаточно безумно и фантазмагорично, опять же, но в этом был как бы свой смысл, потому что, как мы это оправдывали для себя, и для, в принципе, и для парка, и для департамента культуры, День города это праздник, который, ну, в принципе, должен быть праздником всех горожан, всех, кто живет в этом городе, не какой-то отдельной его прослойки, не массы, не большинства, а как бы всех. Но так сложилось, что День города, как и многие другие городские праздники, общегородские, обладают каким-то немножко таким маргинальным колоритом, скажем так. Ну, то есть, я думаю, что вы примерно... Многие из вас наверняка предпочитают проводить День города, сидя дома или не высовываясь за пределы своего района. Если вы живете где-нибудь в Подмосковье, то, наверное, в Москву лишний раз не станете отправляться отправляться, отмечать такой праздник. Вот. А тут, как бы, ну, так как мы, опять же, занимались музеем, парком, музеем, нам хотелось сделать какую-то реальную альтернативу, потому что День города не должен быть тем днем, когда люди боятся и, не знаю, и предпочитают избегать каких-то массовых сборищ. Наоборот, мы хотели сделать такое сборище массовое, на котором было бы комфортно и прикольно, которое было бы таким островком для, не знаю, либеральной, креативной московской прослойки, которой интересно что-то необычное, которое жаждет какого-то нового экспириенса и каких-то открытий. Отсюда, собственно, и... Да, это и стало отправной точкой для того, чтобы проводить фестиваль в День города. В 2015 году мы сделали фестиваль с четырьмя сценами. Ну, по сути, там на самом деле было три сцены. Одна из них была детская площадка с всякими историями типа Адми, где дети могли на детских игрушках поиграть и сочинить трек вместе с продюсером, который их продюсировал, ну и так далее. Но прорывом этого года стало то, что мы сделали экспериментальную сцену. То есть у нас как бы было две сцены. была основная сцена, которую вы можете видеть сверху. Это такая достаточно большая конструкция размерами 10 на 12. Она раньше стояла в музеоне как стационарная сцена. И вторая сцена была экспериментальная. Ее мы как раз решили сделать таким, скажем так, закутком для самых отъявленных меломанов, скажем так, которые готовы к экспериментам и дикому авангарду. Туда мы привезли Марка Фелла как раз с виолончелистом итальянским, с Андрой Мусидой. Также мы привезли туда Рошада Бекера. Это, наверное, один из известнейших звукорежиссеров немецких, который занимается мастерингом, который отмастерит большое количество разных альбомов, включая того же Марка Фелла. Ну и, собственно, он такой, очень, его профиль как раз про какие-то эксперименты и авангард в первую очередь. Но также он и сам является музыкантом, причем очень талантливым и крутым. И до этого, кажется, он выступал в Москве только раз. Это была вечеринка армы. И мы решили как бы в контексте Филдса привести его на эту сцену, поскольку там он был максимально уместен. Это был такой эксперимент по масштабированию, который нам, как нам кажется, удался. И как бы он собрал очень разную публику. Пока там кто-то был на главной сцене и слушал фолк, фьюжн джаз, у нас был, например, Стайн Рухаим, Джеймс Блэкшоу, кто там еще выступал, Паттон, вот я сюда вспомнил, это такой сварпа проект. Ну, он, конечно, тоже экспериментальный, но более благозвучный, чем те, кто выступал на экспериментальной сцене. Вот. Кстати, еще и Схом выступала на главной сцене. Это был тоже таким одним из хедлайн-актов, скажем так. Вот. И 2015 год прошел очень круто, и после этого мы отправились дальше. И в 2016 году снова повторили историю со Днем Города. Фестиваль прошел... Так получилось, что мы провели фестиваль в Мазеоне, и параллельно мы провели отдельное такое ответвление в саду Баумана, Piano Fields назвали, которое, как помните, название посвящен фортепианной музыке был. Ну, такой, как бы, его идеей было представить очень широкий спектр фортепианной музыки, не зацикливаться на чем-то одном. Как следствие, там была и неоклассика, там были и минималисты, там был эмбиент и много чего еще. Вот. А на главной сцене в музеоне тем временем у нас происходило такое действие. У нас выступал аргентинский музыкант Мурков, электронный музыкант, достаточно известный, вместе с пианисткой, кстати, Ванессой Вагнер, вместе с которой они переосмысляли работы классиков 20 века, ну, классиков условно, скажем так, каких-то признанных композиторов 20 века, от Кейджа до Аффекса Твина. Вот. И там же выступал Майк Купер. Это такой странный и очень... Точнее, даже не странный, это британский фолк-музыкант, который проделал очень необычный путь. Он играл долгое время такой в традиционном понимании фолк, а потом вдруг открыл для себя примочки, дилеи и всякие такие приколюхи. И стал играть такую экспериментальную экзотику, скажем так. Вот. И Майк Купер фигура такая, скажем так, серый кардинал, какой-то, скажем, авангарда, и очень как-то хотелось его представить на фестивале. Вообще, как бы, еще одна из миссий Филдса, на самом деле, все это время была такая. Мы хотели представлять каких-то крутых артистов, которые в коммерческом формате не способны себя окупить, что ли, я даже не знаю, потому что понятно, что в Москве, особенно как бы в Москве после 2014 года, да как бы, чего уж там говорить, и до 2014 года было нелегко, а после 2014 года привозы стали совсем уж каким-то таким явлением, на какое-то время редким, и тогда промоутеры все переключились уже однозначно на каких-то проверенных артистов, которые однозначно приносили, ну, которым однозначно могли вывести в плюс, на которых можно было продать достаточно билетов, ну, короче говоря, которые могли бы работать в формате сам. И поэтому Филдс был классной такой возможностью привозить артистов, которые сами по себе были, которые требовали какой-то дополнительной финансовой поддержки, я бы так сказал, так как история с фондами у нас в целом не сильно развита, как бы у нас есть, которое готово оплачивать какие-то частичные расходы на привозы артистов. Но при этом как бы такой какой-то планомерной какой-то истории фондовой у нас практически не существует, она только зарождается, я бы сказал. И поэтому было, ну, как бы, было круто, и как-то мы видели в этом миссию доносить до людей ту музыку, которая так бы до них, ну, просто бы могла бы не дойти, не доехать, как бы, то есть понятно, что это артисты, которых можно послушать на европейских фестивалях, и там в каких-то отдельных турах, но опять же по Европе, потому что часто до России такие артисты не доезжали. Вот. И отсюда, наверное, это частично объясняет нашу селекцию. Как вы видите, с 2016-го мы переключаемся сразу на 2018-й, поскольку в 2017-м году фестиваля не случилось, у нас это все, я бы это объяснил каким-то человеческим фактором, потому что тогда я уж, кстати, как-то я уж в 2015-м году сам ушел из парка, а в 2017-м году вообще не осталось практически никого из тех, с кем мы работали в те времена, и стало понятно, что никому фестиваль особо там не нужен, и мы покинули, скажем так, территорию парков, ну и вообще, в принципе, на тот момент, мне кажется, в 2017-м году я даже уже поставил крест на фестивале Фьюдс, и подумал, что как бы это была классная история, которую будет интересно рассказать внукам, но которая логичным образом просто закончилась. Но, тем не менее, в 2018-м году мы вернулись, вернулись в таком в прокачанном каком-то немножко виде, даже не то, чтобы, даже не с точки зрения масштабов, потому что масштабы были в принципе такие же, как и в 2016-м, минус Садбаумана, то есть это была одна площадка. Это был парк Горького на этот раз, причем парк Горького совершенно по какой-то по какому-то из-за какого-то идиотского стечения обстоятельств, потому что на самом деле фестиваль должен был проходить в Бузеоне, и он должен был проходить, я вот не помню сейчас точно их дат, к сожалению, кажется, там было что-то из разряда 11-го сентября или 10-го сентября, а изначально он должен был проходить на день раньше, в субботу, а это было воскресенье. Но за месяц до проведения парк сообщил нам о том, что к ним поступило коммерческое мероприятие, которое они не могут отменить, они не могут от него никак откреститься, и соответственно оно должно проходить в Музеоне. Поэтому мы перенесли фестиваль Филдсов Паргорького и на то место, которое нам предложили, потому что особо выбора у нас не было. Но как бы это не сильно помешало нашему фестивалю, потому что он опять, ну как бы в принципе, да, сам факт его возвращения уже был там как все остальное, я бы так сказал, детали уже в контексте этой ситуации. Вот. В 2018 году мы вернулись к нашему формату, привезли, впервые в Россию привезли Ла Раджи, который после этого, кстати, уже успел еще раз приехать на Red Bull Music Festival. Привезли египетский проект Islam Chipsy and E.E.K. Это такой электрочаби египетский жанр свадебный, но включая Islam Chipsy он был, конечно же, интерпретирован в такой рейвовый формат, как представьте себе, не знаю, C-Facts и C-C-Crew, который живьем играет свои дурашливые мелодии на синтезаторах и с ним еще два барабанщика. Вот примерно так выглядел Islam Chipsy and E.E.K. Да, вот собственно и на 18-м году наша парковая активность наверное и закончилась. Вот если говорить о фестивале Fields, тут на самом деле стоит сказать еще вот что, что 2018 год наверное стал каким-то важным поворотным моментом для нас в плане позиционирования и селекции артистов, потому что мы сделали ставку в тот год на рейв, но как бы понятно, что как бы вот 18-й год это вот прям был там самый апогейт, когда просто все поголовно ходили на рейвы, все, не знаю, носили черную одежду, все слушали техно и это был такой самый простой способ достучаться до аудитории ну как бы то есть понятно, что в техно очень много экспериментов в принципе особенно в те времена было и это была такая благодать, чтобы заинтересовать людей какой-то нестандартной и необычной музыкой. Вот и поэтому мы как бы сделали такой ход ва-банк и позвали сразу несколько проектов, которые так или иначе ассоциировались с техно-средой, но как бы позвали их ну как бы это было и техно и не техно одновременно, то есть как бы потому что техно в чистом виде нам естественно никогда не было интересно и превращать фестиваль в какой-то унылый рейв конечно нам не хотелось, поэтому мы сделали вот что, мы позвали Никиту Забелина, с которым я тогда уже на тот момент уже работал как агент, и мы сделали премьеру его нового шоу совместного с Петром Терменом, это правнук создателя Терменвокса, который также является композитором, музыкантом и ведет российскую школу Терменвокса, потом мы позвали такого необычного персонажа как Алексей Бобровский, который играл на вот вы можете увидеть на самом деле на фотографии сейчас на слайде фотографию внизу справа барабанщик сидящий за гигантской установкой в этой установке порядка 60 если я не ошибаюсь инструментов которые Леша очень долго и тщательно собирал мы с Лешей были на самом деле очень давно уже на тот момент знакомы потому что он устраивал у себя на своей репбазе постоянные вечеринки на этой же репбазе он занимался наукой и музыкой это такой как бы удивительный персонаж человек который сочетает в себе ученого академика ран который получил президентскую премию в свое время за достижение в науке есть даже очень смешная фотография где Медведев вручает премию Бобровскому на тот момент еще совсем молодому вот и было на самом деле как бы в силу того что я Лешу знал уже на тот момент было гигантское желание его как-то вытащить с его этой установкой о которой знали там 30-50 ну 100 человек которые ходили на эти подпольные вечеринки и хотелось как-то показать что вот есть такой безумный чувак который собирает свою собственную установку и играет на ней техно при этом он еще и ученый вот это были такие два важных захода на самом деле которые мы совершили в 2018 году и было прям очень четко видно людей было видно аудиторию которая пришла конкретно на на акустический техносет Бобровского с его ударной установкой которая пришла на Забелина ну как бы это это был такой прям как можно было увидеть результаты своих пиар-трудов в этот момент вот и 2018 был на самом деле таким важным переходным этапом для нас мы быстро поняли что в 2019 году у нас уже ничего не получится потому что там ну как бы отношения с парком совсем они не то что разрушились они просто исчезли я бы так описал потому что сменилось очередное руководство а в парках руководство работает по принципу ну это похоже немножко на то как меняется власть как меняется власть в России в Советском Союзе когда приходит новый правитель он как бы постарательно перечеркивает все то что сделал предыдущий как бы ну то есть не сразу но постепенно как бы заставляет забыть о том что вообще была такая эпоха перед ним с парками была абсолютно такая же ситуация как бы фестиваль филдс оказался ну как бы просто не нужен никому и мы как бы уже тогда поняли что ну дальше мы можем существовать только сами и тут на самом деле стоит такую небольшую уговорочку сделать довольно смешную у нас после выпуска 2018 года нам предложили провести фестиваль 2021 года в новой локации в строящемся в строящемся музейном комплексе название которого я конечно пока называть вам не могу но я думаю что вы можете догадаться вот и мы конечно же согласились на это но так как до 2021 года оставалось еще два года впереди нужно было как бы придумать чем заполнить эту образовавшуюся образовавшуюся пустоту вот и когда мы еще осенью узнали о том что строится мутобор мы поняли что это будет каким-то закономерным шагом для нас каким-то каким-то правильным таким эволюционным шагом учитывая то что в какой-то момент мы узнали что мутобор это не будет арма в традиционном виде это не клуб арма который нацелен на тех на вечеринки и только и там позволяя себе какие-то отдельные экспериментальные вкрапления когда мы узнали что мутобор будет как раз таки местом нового типа концертно концертно фестивально рейвовой площадки то мы поняли что это конечно же абсолютно наша история и это наш вектор в котором мы хотим двигаться потому что в принципе мы с интересом относимся как бы к рейв-культуре но как и как и любой другой не знаю даже ну не жанр как бы скажем так а как и любое другое направление конечно оно имеет свойство какой-то самоповторяемости и там мы не признаем там какую-то просто техно вечеринки как бы которые просто штампуют артистов и заполняют лайнапы прямой бочкой который играет по 20 часов подряд как бы это нам совсем не близко но при этом нам близок какой-то авантюристский дух рейва с готовностью к экспериментам как бы и готовность в том числе с готовностью со стороны аудитории к этим экспериментам потому что я прекрасно помню как бы как на вечеринках той же армии люди знакомились в 15-м в 14-м году с совершенно дикими и неожиданными артистами как многие открыли для себя многие рейверы открыли для себя группу The Next которая выступала в свое время в армию понятно что как бы для тех кто слушает электронику и техно это имя мало о чем говорило на тот момент и таких примеров на самом деле целая масса просто я первый попавшийся назвал сейчас и конечно мы поняли что нам если куда-то и встраиваться в какое-то существующее пространство контекст то точно в такой и мы забронировали себе дату на 2019 2015 год и собственно готовились к проведению фестиваля с этого момента началась новая эпоха филдса эпоха скажем так какой-то другой другого совершенно уровня ответственности как перед самим собой так и перед аудиторией перед самим собой и перед аудиторией потому что если раньше мы делали мероприятия с бесплатным входом на бюджет города то делая мероприятие такого формата мы не переживаем ну как бы ты не понятно что мы очень боролись как бы из-за качества из-за я не знаю из-за лайнапа из-за соблюдения таймингов за техническое оснащение и так далее но мы были как бы объективно ограничены теми средствами которые у нас которые нам выделялись и при этом мы как бы не ну и аудитория было отношение тоже как мне кажется схожее то есть когда как бы ты делаешь мероприятие с бесплатным входом то для людей как бы это такой ну как бы я не знаю блин подарочек что ли которые они воспринимают ну не так что ли как прицельно как фестиваль за который они платят деньги потому что ну условно говоря там пойдет пойдет дождь не знаю начнется гроза в этот день там или температура опустится там 15 градусов ниже нормы как бы люди просто не не захотят идти в парк зачем ну как бы просто там предпочтут какой-то другой вид досуга а в случае с мероприятием с платным входом конечно как бы здесь все совсем по-другому устроено как бы когда ты делаешь фестиваль ты несешь фестиваль с билетами ты несешь ответственность перед аудиторией ты несешь ответственность перед самим собой ты несешь ответственность перед артистами тебе нужно там сколько отбивать какие-то деньги И как бы все это, конечно, совсем непросто, особенно когда ты делаешь какой-то скачок с вот такого бесплатного фестиваля в платный. Но, тем не менее, мы решились на этот эксперимент, и как вы можете видеть, даже по сравнению с предыдущими слайдами, он оказался гораздо масштабнее, чем все то, что мы делали до этого. Вы можете посчитать, если кому-то не лень, но я думаю, что здесь порядка 60 артистов, если мне не изменяет память, потому что мы это, конечно, считали в свое время. И у нас, как бы перемещаясь в мотобор, у нас была, собственно, на самом деле идею мы свою никак не поменяли. Мы по-прежнему хотели делать какой-то вызов, потому что, ну, понятно, что, как бы, устраивая рейв в парке, мы делали вызов, ну, какому-то общественному укладу, не знаю, общественным нормам и общественному вкусу. И, как бы, в этом был какой-то акт образовательный, с одной стороны, но, с другой стороны, конечно, как бы, ну, понятно, что в этом был некий, как панк, ну, как бы, такой панк эстетика, скажем так. И, когда мы перемещались в мотобор, мы, конечно же, поняли для себя, как бы, самую главную вещь. Мы не хотим делать просто рейв, потому что, если мы будем встраиваться в контекст рейва и сделаем, я не знаю, там, условно говоря, там, один танцполечек с минималом, который будет играть с полуночи до полуночи, сделаем, там, условный экспериментальный мейн, где с 12 до 8 утра будут вступать экспериментальные артисты, а потом начнется однообразная техно. Вот этого всего мы не хотели. И, конечно, ну, как бы, мы решили сделать вот этот вызов, и получилась какая-то такая достаточно необычный кейс, потому что мы принесли вместе с собой в мотобор и фольклор, и какую-то, я не знаю, этническую музыку, и академический авангард, и неоклассику. В общем, какие-то жанры, то есть, понятно, да, что в мотоборе эксперименты уже были, и это было нормой, но, как бы, у нас всегда складывалось ощущение, что мотобор такой, он очень мрачный, мрачно-ориентированный, ритуальный, дарковый, и вот, как бы, если эксперименты, то они все укладываются вот в эту канву такого индустриального, ритуального мрака. Вот. И в связи с этим мы, конечно же, хотели, как бы, сохранить свое лицо, потому что это совсем не наш формат, уходить в какую-то даркуху, мы любим даркуху, но просто она занимает какую-то незначительную часть от общего лайнапа. И поэтому получилось то, что получилось, как бы, мы принесли с собой вот это все разнообразие, и разнообразие это зашло очень круто, и самым, конечно, классным моментом было, когда мы сидели в день фестиваля на бэке, запускали первых гостей там в 4 часа дня. Конечно, мы, как бы, там, зная опыт мотобора, мы понимали, что, ну, вряд ли в 4 часа дня придут люди в мотобор, и вряд ли они придут в 6 часов вечера, и вряд ли они придут даже в 8 часов вечера, ну, дай бог, они там начнут подтягиваться к 10. Но все оказалось совсем не так. Уже там в 4, уже в 5-6 вечера было очень много, было много людей, в 7-8 их стало очень много. И они курсировали между сценами, все очень внимательно ходили с буклетиками, слушали, изучали лайнап, читали тексты про артистов, обсуждали, куда пойти после этого артисты. Ну, короче, вот, все это было похоже реально на музыкальный фестиваль, кой мы являемся, а не на какой-то рейф очередной. И, да, еще, конечно, было смешно, когда мы мониторили комментарии, и в 4 часа дня там или в 5 увидели очень много негатива на тему того, что мы не выложили карту, как дойти до мотобора. Для нас это было немножко шоком, потому что мы просто привыкли к тому, что там все наши друзья, все наше какое-то окружение, люди, которые ходят на... Ну, короче говоря, ну, вы можете себе представить, что уже там спустя полгода существования было ощущение, что мотобор знают более-менее все. Но его на самом деле знали далеко не все. И та аудитория, которую мы привели туда, его не знала. И для нас было очень круто то, что мы на самом деле как бы... Мы боялись то, что весь наш как бы успех, в данном случае там 2,5 тысяч билетов, которые мы продали, это такое паразитирование на бренде мотобора, что ли. То есть это люди, которые пришли, ну, которые просто ходят всегда в мотобор, независимо ни от чего. Хотя, конечно, я не стану отрицать, что они привнесли какой-то свой вклад, но это как бы помогло нам достичь какого-то первичного результата, скажем так. При этом как бы пришло куча людей, которые всего этого не знали, не слушали и никогда не бывали ни на каких рейвах. И, конечно, это был какой-то, ну, для нас это был прям очень позитивный знак, который нас воодушевил на то, чтобы продолжать делать фестиваль дальше. И, ну, как бы там, мы тогда уже поняли, что там наши планы на 2021 год абсолютно обоснованы, и что, как бы, нам есть куда двигаться, у нас есть аудитория, и мы готовы с ней работать. И дальше мы провели Филдс 5,5, это так называемый пятый с половиной выпуск фестиваля Филдс, который прошел несколько месяцев назад, в феврале, и вот прямо перед самым введением карантина. Это был, по сути, такой зимний брат летнего Филдса, где происходило, ну, примерно то же самое, чуть покороче по временным рамкам, но в целом идея была та же, несколько сцен, самая разная музыка, экспериментальная, авангардная, какая-то необычная, странная и тому подобное, и в то же время какой-то новый поп, который мы тоже стали активно продвигать в рамках фестиваля, новый поп, который вдохновлен авангардом, ну, и много чего еще, на самом деле. Вот вы можете изучить лайнап. Это был такой пробежуточный фестиваль, который мы планировали сделать между Филдс 2019 и Филдс 2020, но, как вы понимаете, наверное, многие из вас уже видели то, что мы проанонсировали Филдс 2021, который на самом деле должен был быть Филдс 2020. Вот это все то, что вы можете сейчас видеть на экране, как бы это наша такая давняя идея сделать фестиваль на большом количестве площадок, и мы над ней работали, наверное, с октября, с сентября даже, то есть это было такое прямо для нас проектище, которое мы хотели воплотить в жизнь, но, к сожалению, как бы стало понятно, что в нынешний момент его делать не стоит, и, ну, как бы просто сокращать его, как бы, да, если коротко описывать как-то идею, то мы взяли территорию от Красного Октября до Нескучного Сада и набрали там большое количество площадок классных разных от клубов и баров до музеев и кинотеатров под открытым небом и провели, еще не провели, и хотели провести там, хотели провести в таком формате фестиваль, чтобы у людей, как бы, чтобы условные танцполы, сцены перестали быть, ну, как бы, чтобы, короче говоря, каждая из этих площадок воспринималась как отдельный танцпол. Ну, то есть, условно говоря, ты можешь послушать концерт на Стрелке, потом сходить на крышу Фантомаса, потом переместиться в Третьяковку, зайти в Гараж Скрин, это кинотеатр гаража, зайти в Летний Пионер, в Лебединое озеро, дойти до атмосферы 360, это такое пространство купольное с панорамной проекцией и квадрозвуком. Собственно, идея была такая, что мы хотели создать какое-то ощущение, я не знаю, какого-то праздника, перемещения по городу, потому что это не просто, вот ты пришел в какую-то отдельную локацию, и ты там, как бы, замкнут, но ты можешь перемещаться по общему пассу, по большому количеству площадок, и как-то с этого, ну, как бы, на самом деле мы вдохновлялись фестивалем Лиги Ску голландским, на который мы уже лет пять ездим, и как-то, скажем так, его даже возводим в какой-то культ, потому что нам близка его эстетика и музыкальная, и какая-то идейная составляющая. Вот. Ну, собственно, 2020 год в итоге не состоялся в таком виде, в каком мы хотели, 2021 год. Ну, я сейчас, да, извиняюсь, что такой мой краткий экскурс в историю фестиваля оказался длинным экскурсом в историю фестиваля, поэтому я постараюсь сейчас поговорить уже о какой-то конкретике, о том, почему и как мы делаем фестиваль, как мы выживаем, как мы себя позиционируем, как мы добиваемся того, что к нам приходят тысячи человек, и как мы преподносим странную, дикую, неожиданную и прочую музыку широкой аудитории. Ну, во-первых, я скажу тут вот что. Изначально, когда мы начинали фестиваль Fields, у нас было какое-то такое сложное... Точнее, оно не было никакого сложного позиционирования, просто лично меня оно довольно быстро начало отталкивать. То есть, когда мы говорили «фестиваль авангардной музыки», мне казалось, что это как-то сразу, ну, занудно, я не знаю, как бы сразу как бы это слово «авангардное», оно как будто бы, ну, должно отсеять часть аудитории довольно значительную, как бы каким-то ощущением некой субкультурности, что ли, и какой-то сложности и прочего. У нас никогда не было идеи доносить до людей только сложную музыку и только авангардную музыку. Для нас было важно как раз находить какой-то вот этот баланс между авангардом и просто классной музыкой, скажем так. Но, как бы, для нас всегда оставалось генеральной идеей то, что музыка должна быть какой-то самобытной, честной, искренней и уникальной. Поэтому слово, мы долго искали слово, которое могло бы как-то ее правильно охарактеризовать и не отпугнуть аудиторию, и до сих пор его не нашли, на самом деле. То есть вы можете видеть, наша маленькая лингвистическая эволюция заключается в том, что мы заменили слово «авангардный» на слово «изобретательный», но даже слово «изобретательный» мне кажется не до конца подходящим для того, чтобы описать то, что мы делаем. И в разные годы мы на самом деле очень разные использовали формулировки, там где-то в описаниях, где-то еще, там когда пытались как-то донести, в комментариях для разных медиа и прочее. Вот этот небольшой перечень приводится на слайде. Авангардная, диковинная, нетривиальная, умная, странная, непосредственная, экзотическая, ну и изобретательная. Я сейчас даже, наверное, не все слова вспомнил, которые мы применяли, но пока что мы не придумали какого-то правильного слова, так что если у вас есть какие-то идеи, можете их предлагать, мы будем рады услышать. Так вот, по поводу подачи. Подача, продолжая тему со словом «авангардная», которая казалась нам каким-то пугающим слишком, мы со временем начали чуть более осознанно делать то, что мы делаем, и выходить просто за рамки какого-то собственного комфорта, в том числе выходить за какие-то жанровые рамки, которые нам самим. В смысле, понятно, что я как человек, который отвечает за кураторскую составляющую фестиваля, у меня есть свои вкусы, и, ну, там, типа, если брать то, что звучит на фестивале Fields, ну, там, наверное, там процентов, я не знаю, 50-60 лично мне там очень сильно нравится, там, часть мне просто нравится, а часть я просто уважаю. Уважаю как слушатель и как представитель индустрии, но, там, это может быть не мое, как бы. И вот это не мое, на самом деле, ну, конечно, через него нужно было перешагнуть в какой-то момент. Поэтому вот получилось то, что получилось, и вот я сейчас тут сформулировал, готовясь к презентации, готовясь к вебинару, сформулировал как-то наши основные тезисы, и даже для себя самого стало понятнее, чем мы занимаемся, на самом деле. Вот вы можете видеть их на экране сейчас. У нас, во-первых, по поводу субкультурности и жанров. Мы поставили перед собой цель, ну, даже не то, что поставили опрос в какой-то момент, там, сами для себя поняли, что мы не про какие-то конкретные жанры, мы не можем эти жанры как-то как-либо очертить для себя, и даже не будем пытаться этого делать, потому что, на самом деле, как бы, мы не верим в то, что жанры бывают хорошими или плохими, и вот эта вся истерия, там, вокруг, я не знаю, истерия, которая появляется в разные годы вокруг разных жанров, она вся немножко такая, ну, как бы, тренд-ориентированная, скажем так, потому что эти жанры быстро сдуваются, быстро превращаются в однообразное, в нечто однообразное, и, как бы, остаются каким-то, превращаются в субкультуру. Мне кажется, техно уже превратилось во что-то подобное. То есть, если там три года назад это был, как бы, такой некий топ музыкальный, которым интересно следить, за которым следят все, и это какой-то маст для всех, то сейчас это, как бы, ну, просто немножко смешно даже выглядит, когда кто-то делает чисто техно-мероприятие, и, короче, ладно, не будем переходить на личное. Я скажу, на самом деле, про то, что это утверждение про то, что хороших жанров не осталось, но есть хорошие артисты. На эту тему даже как-то хочется в целом побольше разговаривать, потому что иногда бывает, услышишь от кого-то, что, ну, про разные жанры, там, условно, и все. Весь сайтранс одинаковая, это одинаковая долбежка, типа, или, там, black metal, это, я не знаю, там, весь black metal одинаковый, там, типа, ну, и, как бы, так говорят про большое количество жанров. На самом деле, так, ну, как бы, это касается любого жанра, в том числе, именно того, который больше всего любите вы. Даже если вы любите больше всего экспериментальную музыку, то я могу сказать, что она вся однообразная. И, как бы, вот это именно мы и хотели доказать своим фестивалям, что, на самом деле, как бы, нету каких-то классных жанров, есть просто классные артисты. Отсюда появилось вот это все позиционирование про самородков, самодуров, каких-то безумцев, гениев и затворников, которых мы, на самом деле, больше всего и любим, и пытаемся донести до аудитории. Дальше, как бы, из этого вытекает второй тезис. Хедлайнеры больше не нужны. Тут просто хочется сказать вот что. В привычной какой-то парадигме фестивалей всегда были какие-то хедлайнеры, которые, вот, не знаю, там, типа, условно говоря, там, если фестиваль собирает, там, 10 тысяч человек, то, там, 8 тысяч человек приходят на хедлайнеров, как бы. Вот, как бы, вот этого мы не хотели никогда делать. Мы не хотели делать фестиваль, в котором, не знаю, условно говоря, там, 70-80% аудитории приходит на какого-то, там, 70-80% аудитории приходит на на несколько больших имен, а остальные артисты их и не интересуют. Именно поэтому мы, ну, как бы, мы сделали ставку на то, что ставку на то, что мы не будем вообще, в принципе, как бы, выделять каких-либо артистов, даже при том, что у нас, как бы, есть разные есть разные артисты, есть больше, есть меньше, есть очень известные, есть совсем неизвестные, там, есть какие-то авангардные герои, есть серые кардиналы, и понятно, что, как бы, ну, тут можно было бы паразитировать на их именах по-разному. Там, я не знаю, там, можно было бы, там, делать афиши, условно говоря, фестивали, там, на которых, там, выделять, там, большими, большим жирным кеглем каких-нибудь, там, пять артистов, а остальных всех писать очень мелко. Мы от этого постарались уйти, и, там, в 2019 году мы эту систему еще использовали, в 2020 году мы, там, сократили количество кеглей до двух, вместо трех, и, как-то, там, ну, условно разделили артистов на значимых, и, там, каких-то чуть более, чуть менее известных, может быть, но и то, это было так очень условно, и даже, там, в число хедлайнеров мы поставили, мы поставили мы поставили не только тех артистов, которые объективно большие, но и тех артистов, которые, как нам кажется, просто, ну, как бы, реально герои, реально первопроходцы, реально очень важные какие-то персоны, вот. И, в целом, как бы, ну, на уровне какого-то пиара мы всегда избегали, ну, какого-то позиционирования такого, что вот мы сейчас сделаем, что вот про этого артиста мы расскажем больше, а про этого мы расскажем меньше, потому что его, там, условно говоря, там, вот у этого артиста 150 тысяч фолловеров в Фейсбуке, а у этого 300 человек всего. Вот, как бы, мы от этого сознательно всегда избегали, и для нас была в основе какая-то... Короче говоря, мы воспринимали себя всегда, в том числе, и как медиа, потому что, ну, как бы, когда кто-то делает фестиваль, в котором участвуют 60 артистов, и среди этих артистов есть какие-то относительно большие имена, но есть куча артистов менее известных, конечно, люди приходят в это мероприятие, и, ну, как бы, так или иначе, у них возникает какой-то интерес, и, конечно, надо их сначала, ну, как бы, эту культуру тоже необходимо воспитать, как бы, это не то, чтобы, там, вот, мы сделали фестиваль с массой артистов, и сразу это стало всем понятно. Естественно, это какая-то продолжительная работа, которую мы видим и сейчас, вот. Поэтому, да, вот как-то мы сделали ставку на то, что у нас будут разные артисты и разного уровня, но при этом мы к каждому из них будем относиться с одинаковой степенью уважения и интереса, и преподносить их аудитории соответствующим образом. Дальше. Открытость в место элитарности. Здесь я просто коротко скажу о том, что мы, хоть мы и пришли в мутобор, хоть мы и пришли в мутобор, клубную площадку, которая, ну, как бы, там, может быть, мутобор не так сильно ассоциируется, но арма в свое время ассоциировалась с неким жестким фейс-контролем, что, условно говоря, тебя могут не пропустить без объяснения причин и так далее и тому подобное. Вот эта политика нам вообще не близка, нам неважно реально, как выглядит человек, нам не интересно, как он одевается, нам не интересно, какая у него прическа, нам не интересно, на самом деле нам даже не интересно, знает ли он всех выступающих артистов и даже знает ли он конкретных артистов. Если он знает, что он пришел на фестиваль Филдс, и если он прочитал, что там будет играть необычная, странная, прикольная музыка, то, как бы, нам этого достаточно, потому что наша цель, как бы, донести эту музыку и заинтересовать людей. И поэтому, как бы, мы работаем над этой подачей, мы работаем над текстами, которые мы пытаемся, вот сейчас следующий пункт, последний как раз, мы работаем над тем, чтобы мы не казались какой-то закрытой тусовочкой для своих, потому что вот эта закрытость, как бы, она на самом деле ужасна. Ну, то есть это как раз и ведет к какой-то стагнации и вечеринок, и фестивалей, и, не знаю, целых направлений, как мне кажется. Это превращает их в субкультуры, как раз, не знаю, в какие-то замкнутые, замкнутые в собственной элитарности сообщества. Вот этого нам не хотелось, и мы, как бы, создательно от этого ушли. И последнее, вот продолжающие, в общем-то, все предыдущие тезисы, это то, что мы делаем ставку на тексты и посвящаем им очень как-то много внимания, уделяем им много внимания. И для нас важно, чтобы это было, чтобы каждый текст был информативен и в то же время доступен, потому что вот тут тоже есть несколько, как нам кажется, распространенных ошибок, или даже, ну, как бы, ладно, я не буду называть это ошибками, потому что это очень субъективный момент, я понимаю тех, кто, как бы, делает иначе. Но, тем не менее, как бы, в текстах про музыку, в описании мероприятия, мне кажется, есть две крайности. Первая крайность – это какая-то эмоциональность. Когда ты просто описываешь, какие классные эмоции вызывает у тебя музыка, пытаешься вот в этой доступности быть, разговаривать на одном языке со слушателем, но при этом, ну, как бы, любой маломальский фанат, эксперт или, ну, я не знаю, меломан, увидев твой текст, скажет, что, ну, как бы, это какая-то муть, которая его оттолкнет. Нам, как бы, совершенно точно не хочется отталкивать экспертов, потому что мы их очень уважаем, любим и котируем, и сами ими в какой-то степени являемся. Вот, но при этом, как бы, ну, в общем, да, хочется, чтобы это был какой-то компромисс между, вот, первым зломом, о котором я сказал, и вторым. А второе – это как раз экспертность. Когда, я не знаю, когда описание того или иного артиста, проекта состоят из философских терминов и, я не знаю, формулировок типа квази-мета, что-то там, и идут через запятую, перечисляются жанры, я не знаю, лейблы, и какой-то контекст, даже, как бы, нет, на самом деле, как бы контекст – это круто и важно, но вопрос в том, как ты его преподносишь. Если ты хочешь разговаривать, как бы, с такими же экспертами, как ты, на том же самом языке, как бы, то окей, конечно, если тебе нет интереса, как бы, двигать свою музыку куда-то дальше, там, в свои мероприятия, и как-то, ну, я не знаю, преподносить их, как бы, широкой аудитории, то, конечно, окей. Но у нас, как бы, немножко другие ориентиры. Нам хочется быть, как бы, нам хочется быть экспертами, нам хочется быть интересными для экспертов и любопытными для всех остальных. Ну, как бы, потому что, ну, как бы, иначе в чем смысл? Иначе, как бы, ну, ты не сделаешь ни одного большого фестиваля, как бы, если будешь пытаться разговаривать на каком-то суперэкспертном языке или, наоборот, будешь, не знаю, там... Точнее, нет, наверное, можно в первом случае сделать массовый фестиваль, если, как бы, говорить массово о массовых артистах, но нельзя сделать фестиваль авангардной музыки или, там, изобретательной музыки, если ты будешь говорить просто в каких-то красноречивых эмоциональных фразах изъясняться. Вот, но, как бы, поэтому мы нашли какой-то некий компромисс между двумя этими явлениями и получилось, вот, собственно, получилось то, как мы пишем про музыку. Итак, продолжаем презентацию. Здесь еще чуть-чуть по поводу подачи. Несколько... несколько слов, так сказать, хотел сказать. Помимо того, что мы делаем тексты про артистов в соцсетях и превращаем сами ивенты на момент проведения, на момент подготовки к фестивалю и его анонсирования в некие микромедиа, мы также радеем за то, чтобы люди чувствовали себя... Короче, мы делаем вот печатную полиграфию для мероприятий, и нам кажется, что в этом есть, как бы, свой какой-то прикол, ой, извиняюсь, свой прикол, который заключается в том, что печатные книжечки, они как бы тебе позволяют на какое-то время отключаться от онлайна, с которым мы сейчас все с вами сидим и еще долго не вылезем. Но когда-нибудь, когда мы окажемся снова на фестивале, мы обещаем, что мы вам эти книжечки всем дадим, и вы с этого кайфанете, потому что это реально очень... совсем другое ощущение, когда ты перемещаешься по фестивалю и просто читаешь тексты об артистах, следишь за таймингом на печатной какой-то бумаге. То есть это как бы... это немножко там... понятно, что это немножко фетиш, как бы сродни там винилу и, не знаю, кассетам и так далее, но, как нам кажется, это вот часть нашей какой-то идеологии, которая очень важна для нас. Дальше. Я хотел бы сказать о пиаре и рекламе как некой закономерной вытекающей составляющей из предыдущих моих всех слов. Тут важно сказать вот что. Мы сделали большую ставку на работу с медиа, хотя мы в целом более-менее склонны считать, что медиа потихонечку умирают и уже не несут той функции, что раньше, но при этом понятно, что вопрос еще заключается в том, какие медиа. Потому что понятно, что если ты в афише или на вилладже в очередной раз рассказываешь про какую-то там пост-клубную музыку и, я не знаю, какой-нибудь там эко-грайм, то это просто от этого тошнит. Потому что это реально, ну, как бы, это никому не понятно, это никому не нужно. И, как бы, когда ты об этом слушаешь в сотый раз, то это просто вызывает какое-то, не знаю, отторжение. И, как бы, мы тут сделали ставку на две вещи, как бы, работая с медиа. А, это, конечно, продолжать быть, как бы, продолжать соблюдать какой-то баланс между доступностью и экспертностью. И, б, это более тщательно работать с медиа, отбирая те издания, которые не... которые выходят за наш маленький вот этот кружок, в котором мы все слушатели и представители индустрии обитаем. Потому что нам-то, конечно, иногда кажется, что как бы все читают условный лайфстайл, медиа про... не знаю, про вкусные завтраки и, не знаю, велосипеды и велодорожки. Но на самом деле нет, потому что есть еще куча других изданий, каких-то ориентированных на свои профили. И мы, конечно, хотим с этими изданиями тоже работать и стараемся находить каждому из них какой-то свой подход. Так, например, получилось и с Медузой, к которой мы пришли совершенно не в рекламном формате. Потому что, как бы, ну, понятно, что реклама на Медузе стоит, я думаю, одну десятую бюджета нашего летнего фестиваля, а может быть, и одну пятую. Но суть в том, что как бы просто мы пришли и пообщались с музыкальным редактором, рассказали ему о том, что мы делаем, о том, почему это, как нам кажется, важно. И, как бы, в итоге на Медузе вышло целых две публикации про фестиваль. В одной была подборка самых интересных артистов, выступающих на фестивале, в другой было интервью с Булатом из Red Recordings. И, как бы, вот такие кейсы, как бы, ну, поиск какого-то подхода к каждому изданию, это, конечно, может быть муторно, как бы, и не всегда там, ну, как-то, ну, условно говоря, там, может показаться каким-то компромиссом там для эксперта, потому что тебе нужно придумать, как преподнести, в какую вот оболочку такую засунуть там свою непонятную музыку, чтобы ее кто-то понял и кто-то, чтобы вообще прочитал текст об этом. Но, как бы, если вы, как бы, ну, не знаю, мыслите творчески и любите, я не знаю, искать решения каких-то сложных ситуаций, ну, придумывать какие-то нетривиальные штуки, то это может быть даже, ну, как бы, довольно занимательно показаться. Потому что, на самом деле, к каждому, как бы, ну, практически к любому изданию можно найти свой подход, как бы, зайти через разные какие-то штуки, ну, как бы, условно говоря, там, для «Медузы», мы отобрали селекцию из самых, вот, как бы, таких вопиющих, необычных артистов. Это был Бобровский, про которого я уже сказал, профессор Ран, который получил премию президента и собрал гигантскую ударную установку и играет, и вдохновляется растернатоном и играет техно. Как бы, это, не знаю, там, синявый индонезийский дуэт, который сочетает какое-то горловое пение ритуальное с авангардом и экспериментальной музыкой и панком. Это был Грэм Даннинг, который использует, который делает собственные механизмы, которые играют техно с помощью такой вращающейся винил, конструкции многоуровневой из винила, где винил выступает в роли шестеренок, который удаляет по барабанным палочкам. Ну, короче, в общем, вот собрали вот все самое такое, о чем действительно можно как-то прикольно и интересно рассказать, как бы, не заходя на территорию каких-то там умных лейблов и, я не знаю, каких-то умных названий, непонятных широкой аудитории, которая как бы мог бы ее оттолкнуть. мы как бы просто попытались выйти за эти рамки и, как нам кажется, это получилось успешно и мы продолжили это делать и дальше. Дальше умный таргет. Под этим я понимаю то, что мы работаем, ну, как бы, наверное, вот что-то стоит объяснить. Откуда у нас на нашем фестивале 2019 мотоборе появилась куча публики, которые не знают, что такое мотобор и как к нему пройти от метро. Я думаю, что это все как бы таргет. Таргет и работа с многочисленными сообществами, с пабликами ВКонтакте, с Телеграмом и с разными нишевыми ресурсами. Идея такая, что, когда ты пытаешься, когда ты делаешь рекламу, то ее успех твоих продаж зависит максимально от того, насколько ты дотошно подойдешь к таргету. Если ты делаешь особенно такой фестиваль, как Филс, который не однороден, который не состоит из какой-то там одной субкультурной составляющей, но состоит из большого количества разных, то, конечно, тебе нужно попытаться достучаться до каждой из них и придумать, ну, я не знаю, придумать какие-то конструкции, какие-то фразы, какие-то, я не знаю, свои картинки, свои, возможно, видео, выделить своих артистов, которых ты будешь доносить до этой аудитории. И как бы, условно говоря, если для одной аудитории фестиваль Филс это рейв, то для другой аудитории фестиваль Филс это музыкальный фестиваль, для третьей аудитории, я не знаю, ну, короче, идея в том, как ты подбираешь слова под каждую аудиторию конкретно, потому что и слова, и какие-то визуальные образы, потому что ну, как бы, это на самом деле единственный как бы путь сделать такой фестиваль, ну, как бы, донести его до аудитории, потому что у тебя, ну, как бы, если ты будешь работать просто с маленьким кругом меломанов, как бы, таких, как ты, которые, ну, там, слушают все на свете и, там, не боятся, там, каких-то, не знаю, экспериментов и так далее, как бы, то это всегда и останутся те самые, там, 500 тысяч человек, как бы, там, порог, порог в полторы тысячи, мне кажется, ну, очень трудно, как бы, преодолеть, как бы, если ты будешь просто топорно говорить, что вот мы делаем экспериментальную музыку и у нас, там, будут выступать такие-то артисты, если даже ты будешь очень красиво об этом писать и очень, я не знаю, каким-то даже человеческим языком, то, как бы, ну, ты все равно не достучишься, там, условно, там, до аудитории, которая слушает, которая интересуется фольклором, до аудитории, которая, я не знаю, следит за каким-нибудь, там, не знаю, дроуном, или, там, до аудитории, которая слушает академическую музыку, потому что, ну, как бы, каждый из них нужно, как бы, искать какой-то свой свой подход и, собственно, этим мы и занимаемся. Все каналы связи важны. Вот здесь, как бы, я просто этот пункт добавил, потому что я очень часто слышу от разных промоутеров, которые, в том числе, жалуются, что у них все, что у них, там, не знаю, мероприятия не окупаются и, что у них, ну, как бы, в общем, да, в общем, да, промоутеров, которые жалуются на то, что там недостаточно людей к ним приходят. Ну, это же, как бы, проблема, ну, как бы, вот это опять... Ага, так, она вроде снова появилась. Я что хотел сказать? Многие люди, как бы, многие промоутеры, когда жалуются на то, что к ним, там, не доходит достаточное количество людей, многие из них, при этом, не используют все доступные каналы связи, а мы, как бы, живем в России, в России, где самая популярная социальная сеть, это ВКонтакте. И те люди, и те промоутеры, организаторы, которые игнорируют это, ну, это, конечно, как бы смешно, потому что, потому что, как бы, если просто, ну, даже возьмите, я не знаю, там, несколько пабликов больших музыкальных, ну, разных пабликов, и посмотрите, сколько в них состоит людей, посмотрите, сколько в этих пабликах людей из Москвы, если вы делаете мероприятие в Москве, или из Питера, если вы делаете в Питере, хотя, я думаю, что в Питере все-таки, ну, как бы, Контакт более популярен, там, он основным является средством. Вот в Москве, как бы, почему-то, реально, этот момент недооценивают. Вот я сейчас просто открыл Контакт, даже просто заглянул в паблики, Моисча, например, самый, не знаю, самый экспериментальный, самый главный паблик, посвященный экспериментальной музыке, да, самый разный, 56 тысяч человек практически, или, я не знаю, допустим, Лисихор, 22 тысячи, там, 22 800, а сколько техно пабликов, как бы, вообще, вы представляете, тут, как бы, тут сотни тысяч человек, как бы, состоит в техно, хаус, пабликах и прочих, как бы, и, а еще, как бы, есть там отдельные паблики, которые посвящены отдельным жанрам, там, Я Мьюзик Дроун, 33 тысячи человек, окей, Эмбиент, 120 тысяч человек, ну, то есть, как бы, это реально огромное количество людей, огромное количество аудитории, с которой нужно, можно и нужно работать, и, как бы, ну, пока, как бы, она игнорируется, понятно, что она не приходит, и, как бы, если вы думаете, что, если ваши друзья, как бы, если, там, ваш круг друзей, состоящий из, не знаю, 30, 50, 100, 200, 500 человек, не пользуются контактом, если вы думаете, что это значит, что сегодня в Москве адекватные люди вообще не пользуются контактом, то как бы, вы ошибаетесь, как бы, и это стоит исправить. Итак, дальше. Ну, в общем, да, я думаю, что, как бы, мысль понятна, что просто нужно, как бы, не игнорировать, не игнорировать те каналы связи, которые есть, и извлекать из них максимум, как бы, и, ну, а учитывая то, что там, VK обладает достаточно гибкими настройками таргета, и здесь миллион нишевых музыкальных сообществ, как бы, ну, здесь просто сам Бог велел этим пользоваться. Здесь, на следующем слайде, я бы, я хотел рассказать вообще, почему мы, почему мы постоянно, переезжаем, как бы, часть наших переездов, конечно, от нас не зависела, но при этом, в каждом из них была своя логика. Про то, почему мы переехали в Мотобор, на самом деле, я уже рассказал, не знаю, полчаса назад, когда, когда объяснял вот эту взаимосвязь как бы, с Рейвами и Стехно, как бы, какой-то покасательный, как бы, который у нас всегда была, и, как бы, который мы решили, теперь довести до какого-то абсолюта. Что дальше, как бы, что мы сейчас запланировали на 2021 год уже, здесь, как бы, я могу, как бы, сделать еще один шаг вперед, как бы, объяснить всю эту историю тем, что мы не только хотим сделать, ну, как бы, эту атмосферу фестиваля городского, где ты перемещаешься от одной площадки к другой, и, как бы, выбираешь то, что тебе там интересно в конкретную минуту, а потом перемещаешься куда-то еще. Но у этого есть и некий прагматический, на самом деле, прагматичный смысл, потому что работая с большим количеством площадок, ты автоматически, как бы, как бы, от каждой из них ты получаешь не только площадку, но еще и аудиторию, а еще и пиар. И понятно, что, ну, как бы, собирая в одну охапку десяток площадок, каждая из которых является, ну, в какой-то степени там, соорганизатором, кто-то там просто площадка, кто-то соорганизатором, так или иначе, площадки включаются в пиар, площадки доносят информацию до своей аудитории, и, как бы, конечно же, когда, когда аудитория площадки получает информацию от нее, то она ей доверяет больше. Это, как бы, ну, я думаю, что очевидно для многих из вас, если вы, я не знаю, подписаны, ну, даже на простом примере, как бы, условно говоря, если вы следите за каким-то музыкальным лейблом, да, и долгое время вы игнорировали какого-то артиста, но если он выходит на вашем любимом музыкальном лейбле, то, ну, скорее всего, вы послушаете этот релиз, ну, или, как минимум, из любопытства, если вы даже недолюбливали, скажем так, этого артиста. Вот. И с площадками абсолютно такая же ситуация. Следующий, и на самом деле последний слайд про то, что происходит с нами сейчас. Мы на самом деле долго думали, что нам сейчас делать, как нам действовать в этой ситуации, и перебирали множество разных вариантов, там, в том числе, мы хотели сократить программу вот этого нашего фестиваля 2021 и превратить, ну, как бы провести все-таки фестиваль в 2020-м, в надежде на то, что запрет на массовые мероприятия снимут там, или хотя бы там как-то количество людей, лимит какой-то будет, ну, адекватный. думали о том, что перенести фестиваль на сколько-то месяцев вперед, думали, в общем, о многих сценариях, но в итоге пришли к тому, что, ну, самое адекватное это реально сделать в 2021-м году. В 2021-м году просто потому, что для нам, потому что нам нужно, блин, как бы это сказать это правильно, потому что, ну, как бы, мы не хотим делать это все, как бы, в попыхах, мы не хотим убивать нашу изначальную идею, ну, в смысле, условно говоря, мы могли бы сократить количество площадок с 10 до 3, но это как бы, ну, это не то просто было бы, как бы, мы этого не хотим, поэтому мы лучше сделаем в 2021-м году так, как это и, так, как это и планировалось. Вот, плюс, я недавно писал, наверное, месяц назад или около того, писал пост на тему в своем фейсбуке, на тему корректности и этичности проведения фестивалей вообще, как бы, в 2020-м году, и у меня есть на этот счет, ну, как бы, множество сомнений. Ну, то есть, даже если в фестивале, как бы, как вид будет разрешен снова, и мероприятия вернутся, как бы, в наш привычный образ жизни, то даже при этом, как бы, ну, до того момента, пока там не появилась вакцина от вируса, наверное, не очень, ну, не очень правильно, вообще, в принципе, создавать вот эти очаги для возможного заражения, потому что, ну, как бы, мы просто так никогда не выйдем из этого замкнутого, я не знаю, какого-то цикла, то есть, как бы, это просто будет, ну, как бы, продолжаться волнами, пока мы, ну, пока не знаем, как бы, природу вируса, но так как она нам неизвестна, конечно, мы ориентируемся больше на пессимистичные прогнозы, ну, и плюс, как бы, даже если мы, не знаю, там, в июне поймем, что ситуация становится как-то лучше, и там, допустим, однозначно становится лучше, и там, уже в августе мы можем проводить мероприятия там с иностранными музыкантами, с, не знаю, с, на аудиторию там, в 5000 человек, то тогда, конечно, как бы, наверное, можно было бы сделать фестиваль, но для нас это просто нерентабельно, потому что мы не можем делать фестиваль в, за два месяца, мы не можем делать хорошую промо за два месяца, ну, как бы, и ждать, вот как бы на иголках сидеть этого момента, тоже, ну, просто это как бессмысленно, это бессмысленно, и это не позволит нам не развиваться, не делать ничего другого, и в итоге просто это будет какой-то Это минусовой проект, скомканный, который никому особого фана не принесет. Поэтому мы решили сделать фестиваль 2021 года, отменить 2020, и тем временем сосредоточиться на том, чем мы, в принципе, и так все это время занимались. На какой-то просветительской работе, журналистской, музыкальной. Потому что понятно, что когда мы делали фестиваль с 50-60 выступающими артистами, мы понимали, что большинство этих артистов, многие представители нашей аудитории не знают. И мы старательно, в том числе с помощью текстов, с помощью подачи, о которой я говорил чуть раньше, пытались доносить. И потом, когда стало понятно, что фестиваль в этом году лучше не делать, мы подумали, что, блин, что нам мешает просто рассказывать про тех же самых классных артистов, которых мы могли бы привезти, или которых мы привезем в 2021 году. Как бы какую-то готовить почву, открывать людям артистов хотя бы пока что в таком виде. И мы решили как бы просто остановиться на развитии своего микромедиа. У нас оно уже было, на самом деле, в Телетайпе, в наших соцсетях. Ну, короче, Телетайп на самом деле был всегда основной площадкой, на которую мы просто ссылались в Телеграме, ВКонтакте, Фейсбуке. И время от времени мы проводили какие-то ресерчи, делились какими-то своими открытиями, размышлениями, делали дайджесты, делали какие-то циклы материалов. Не знаю, у нас есть, например, среда цикл материалов, в котором мы уходим в гости к артистам, снимаем их в их естественной среде обитания и музицирования, и общаемся с ними прямо там, и как бы все это фиксируем. У нас есть там воскресный дайджест, который у нас уже, не знаю, полгода, если не больше, ведет Марина Фагасян, музыкальный журналист Ленты.ру. У нас есть отдельные материалы, которые я пишу, например, «Русский дух», где я там собираю новинки русской сцены какие-то неочевидные и рассказываю о них. Ну и так далее. И в какой-то момент просто стало понятно, что, блин, мы должны просто делать то, что мы уже делаем, просто сейчас сфокусироваться на этом и создавать себе почву для фестиваля 2021 года. Потому что понятно, что пока мы будем рассказывать про новых артистов, мы будем привлекать новую аудиторию, пока мы будем рассказывать про каких-то российских артистов, у которых уже есть своя аудитория, мы будем привлекать аудиторию этих артистов. Например, стоит понимать, что когда ты пишешь материал вроде «Русского духа», где там обозревается 8 альбомов разных артистов, то, конечно же, каждый из этих артистов сделает к себе на страницу репост этого материала. Кто-то его прочитает, кто-то просто перейдет, кто-то просто лайкает. Но в конечном итоге это просто неминуемо конвертируется в подписчиков. А подписчики, как мы понимаем, в какой-то момент конвертируются и в покупателей билетов на наши мероприятия и так далее. Ну, короче говоря, это просто то, что мы продолжаем делать, то, что нам комфортно делать, то, что нам интересно делать. И, как нам кажется, это самый правильный путь. Тут вот я в слайде рассказываю о том, для чего мы это делаем. И тут есть, ну, про первые два пункта более-менее понятно. Ну, первый пункт, на самом деле, тут тоже скажу такой моментик, что когда находишься в бесконечной гонке, занимаясь мероприятиями, тут на секундочку просто я замечу, что в прошлом году Филдс, помимо фестиваля, Филдс сделал еще кучу-кучу всего. Мы занимались музыкальной программой фестиваля Intervals Нижегородского, фестиваля мультимедийного искусства. Мы занимались программой, небольшим блоком программы на фестивале Art of Rack. Мы занимались музыкальной программой Moscow Urban Forum, точнее, Moscow Urban Fest, которым мы уже третий год подряд занимаемся. Кстати, это продолжение нашего паркового какого-то, паркового террора. Ну, конечно, я тут немножко утрирую, но мы делаем в заряде как бы музыкальную программу Moscow Urban Fest. И, ну, как бы, возим туда тоже каких-то неочевидных артистов, как мы это делали раньше на Филдс. Ну, конечно, как бы градус чуть пониже, градус экстремальности. Вот, мы делали в том году еще, как бы, концерты из Хом и Моа Пиллера. Мы делали, блин, я просто уже даже сейчас, наверное, всего я не вспомню, какие-то коммерческие мероприятия. Но кричится в том, что у нас очень много было мероприятий, которыми мы занимались. И, как бы, ну, просто в таком ритме, немножко не до того, чтобы слушать новую музыку, бывает. И, как бы, ну, просто, как бы, там, я не знаю, там, вечера предпочитаешь уже в какой-то момент постарчески проводить за прослушиванием той музыки, которую ты уже знаешь. И, конечно, как бы, ну, это та привычка, которую в себе хочется убивать, потому что, ну, как бы, как человек, который организует мероприятия, который собирает лайнапы, конечно, ты должен всегда находиться в тонусе. Поэтому, ну, как бы, для меня, ну, возможность, необходимость, как бы, поддерживать какую-то медиа активность, она сопряжена и с тем, что я себя тем самым держу в каком-то тонусе и продолжаю открывать артистов. Новых артистов и, там, слушать новые релизы каких-то уже известных мне артистов. Ну, и последнее, как бы, последний пункт, зачем это нужно организаторам? Ну, потому что это интереснее, чем трансляции концертов. Ну, то есть, мы думали о том, чтобы начать заниматься трансляциями концертов на карантине, но просто, как бы, там, за неделю-две эта идея быстро выветрилась, потому что показалось, что это, ну, просто немножко какой-то бред, как бы, сидеть и смотреть дома концерты онлайн, прямо во время выступления артиста в пустом зале. Как бы, что это, для чего, не очень понятно. И, не-не, я, как бы, понимаю при этом, ну, как бы, для чего это сейчас существует на нынешнем этапе, что это, как бы, поддержка артистов и очень в этом плане, как бы, солидарен со всеми тем, кто этим занимается, ну, как бы, в первую очередь с самими артистами, но не солидарен с теми, кто пытается, там, сейчас это возвести в какую-то форму, я не знаю, в какой-то, типа, бизнес-соль. Ну, то есть, как бы, идея такая, что непонятно, для меня лично непонятно, зачем делать трансляцию концерта, когда, на самом деле, как бы, она, ну, не нужна аудитории. То есть, как бы, аудитория, скорее, как бы, ну, было бы прикольно послушать новую музыку, сидя дома, там, или, я не знаю, посмотреть какой-нибудь, там, классный видос. Но классный видос, в смысле, не концерт, на котором ты не присутствуешь, как бы, который ты смотришь через экран, а вот что-то, ну, какой-то другой контент, короче. И, понятно, что, ну, короче, мы просто сейчас думаем над тем, что аудитории было бы реально интересно на карантине, как бы, ну, как выйти из этого замкнутого круга концертных трансляций. Вот, собственно, и еще мы запустили, параллельно с этим, ну, как бы, до того, как мы запустили фестиваль, мы запустили Patreon, до того, как мы запустили фестиваль Fills 2021, я имею в виду. Мы запустили Patreon, аккаунт для, ну, как бы, подписавшись на который, можно поддержать наш проект и, ну, получить подписку на наши материалы. Мы также делаем специально для наших патронов отдельные тексты, доступные только для них, которые, как бы, ну, не находятся в открытом доступе. Ну, просто потому, что, как бы, для нас, ну, мы реально ценим поддержку, у нас есть, как бы, патроны, у нас среди, среди наших патронов есть те, кто платит 3 евро ежемесячно, есть те, кто платит 7 евро, есть те, кто платит 15 евро, то есть даже 15 евро. 15, это сколько в рублях? Ну, короче, это, типа, тысяча с лишним рублей уже получается, что, ну, как бы, что, конечно же, нас дико радует и воодушевляет. Ну, то есть то, что есть такие фолловеры, которые, ну, просто в каком-то виде, там, ценят нашу селекцию, наш подход, наше видение. И, конечно, мы хотим как-то им отплачивать, ну, тут взаимностью. В том числе мы, там, самым, вот, дорогим нашим патроном собираемся делать подарки в виде мерча, которого у нас, к счастью, тут достаточно накопилось, ну, и который мы еще, собственно, собираемся производить, там, как только все немножечко подуляжется. Вот, и, да, собственно, у нас, как бы, вот такая история с патреоном, который сейчас нас, там, ну, в том числе, там, немного как-то поддерживает на плаву. Там не какие-то, не какие-то гигантские деньги, но, там, типа, условно говоря, там, лишние, там, 200 евро в месяц, ну, как бы, лишними не будут. Вот, по крайней мере, там, ими можно оплачивать работу наших авторов, потому что у нас есть, там, несколько человек, которые пишут для нас время от времени и постоянно, которые, как бы, там, ну, работают или просто как волонтеры, или за деньги, которые мы платим сами, ну, независимо от нашей ситуации, так сказать. Вот, и, как бы, ну, для нас это тоже по-своему важно. Вот, ну, и, кстати, на самом деле, еще один такой моментик забавный, что, когда мы запускали фестиваль FILL 2021, это, конечно, было смешно, как бы, запустить фестиваль, который, значит, который через 15 месяцев состоится, но, тем не менее, у нас купили уже порядка 60 билетов за полторы тысячи рублей, ну, каждый, что, конечно, ну, как бы, прикольный, очень такой результат, который, опять же, вызывает какое-то воодушевление, ну, как бы, понятно, что, ну, как бы, это все, ну, какие-то меры поддержки со стороны нашей аудитории, потому что, ну, понятно, что, как бы, сейчас запросто можно было бы и не покупать никаких билетов, как бы, а подождать еще полгодика хотя бы. Вот. Ну, на самом деле, на этом почти все, потому что я еще вот коротко хотел бы сказать на тему, почему там в описании, кажется, у нас там был тезис такой в описании вебинара, почему Филдс выживет на карантине. Тут, на самом деле, как бы, ну, про большую часть вещей я уже рассказал, как бы, но скажу еще про другой момент такой, как бы, что наш фестиваль, на самом деле, не такой гигантский, ну, то есть, как бы, я думаю, что вы и сами это понимаете, то есть, там, на летнем Филдсе было порядка двух с половиной тысяч человек, на зимнем было около двух тысяч, и, ну, как бы, там, понятно, что есть фестивали, там, по пять тысяч человек, по десять тысяч человек, по двадцать тысяч человек, как бы, и так далее. И что, как бы, ну, для фестивалей такого масштаба, конечно, ну, как бы, пандемия, это, ну, это реально удар, потому что, потому что такие фестивали работают со штатными сотрудниками, потому что, как бы, их, ну, как бы, это, ну, более неповоротливая в каком-то смысле машина, как бы, который, если завел, то ее уже тяжело остановить, как бы, ты не можешь просто сделать паузу и продолжить, и потом через годик продолжить, как бы, ну, то есть, это, как бы, возможно, но это будет, ну, как бы, стоить больших потерь и организатору, как бы, и, как бы, людям, которые с ним работают, и, ну, короче, как бы, тут, я думаю, даже не стоит углубляться, это просто понятно, что это очень тяжело. И в этом плане, как бы, хоть я, там, и говорю про какую-то этичность, там, проведение фестиваля в 2020 году, я прекрасно понимаю тех, кто, как бы, все-таки сейчас их, их право, ну, как бы, там, пока что никуда не переносит и пока что надеется на какое-то развитие событий, ну, то есть, я не знаю, если бы, там, мы прованонсировали бы Филс 2020, я не знаю, в январе или в декабре, то, наверное, то, наверное, мы бы заняли бы схожую позицию, ну, просто потому, что, как бы, это было бы, ну, как бы, тяжелее, как бы, делать этот шаг назад. Но в нашем случае, как бы, нам, нам проще действительно воздержаться в этом году и сделать круче 2021, ну, и плюс, как бы, понятно, что для, ну, как бы, нам с нашими, там, темпами и в то же время объемами, как бы, объемы, на самом деле, довольно большие для небольшой команды, как бы, у нас работы, нам было бы тяжело делать 2020 год, как бы, откровенно скажу, потому что мы просто не, ну, многие вещи могли бы не успеть сделать в том виде, в каком мы хотели. А в итоге сейчас у нас, как бы, появилась эта возможность, как бы, выдохнуть, все проанализировать, как бы, заняться каким-то ресерчем, не знаю, там, себя как-то освежить, возобновить контакт с нашей аудиторией и даже не то, что возобновить, а создать этот контакт, как бы, выйти немножко, как бы, ну, за вот эту коммуникацию чисто в оффлайне, когда, там, люди приходят, там, раз в год или в полгода на фестиваль. Но сделать что-то, как бы, вот такое, что могло бы, там, ну, как бы, нас с аудиторией как-то чуть ближе познакомить, что ли, и, как мне кажется, это хороший способ, хороший шанс для нас. Вот, ну, и для многих других независимых фестивалей, я думаю. Ну, я думаю, что сейчас, я уже что-то тут, это, надолго как-то заговорился обо всем, сейчас я перейду к вопросам, которые пришли, и буду на них плавно отвечать. Итак, первый вопрос, вот я вижу. Меня спрашивают, как ты считаешь, работать в офисе, это зазорно? Ну, я думаю, что я не совсем вправе как-то это оценивать, я думаю, что это не зазорно. Ну, как бы, я лично в офисе не работаю уже три года, как бы, но это просто исключительно потому, что, ну, я занялся каким-то собственным делом, ну, это, и, ну, моя, моя вся деятельность, как бы, последние три года связана исключительно с музыкальными активностями, ну, я работаю как ИП, и, ну, как бы, реализовываю разные музыкальные программы, занимаюсь букингом артистов и так далее. И поэтому, как бы, ну, мне, наверное, было бы тяжело сейчас перейти в какой-то классический офис, но я при этом знаю миллион классных людей, которые работают в офисе и делают крутые проекты в рамках офиса. Будут ли новые механизмы взаимодействия организаторов с площадками, властями, аудитории, когда можно будет выйти на улицу и проводить ивенты? Новые механизмы взаимодействия организаторов. Ну, тут надо немножко подумать, как бы, так сходу, так сходу не могу сказать, потому что, ну, как бы, это все какие-то вещи, которые, ну, какие-то тектонические плиты сейчас сдвигаются, и хочется верить. Вот буквально на днях, на самом деле, у нас был, я не знаю, может быть, вы видели, мы проводили в прошлую пятницу такой ток с ночным мэром Берлина, Луцем, со Степой Казарьяном, который делает фестиваль «Боль» и «Москва Мюзик Вик», и с Русланом Чижовым из казанского клуба «Верк». И мы обсуждали, как раз, ситуацию с пандемией, как бы, и будущее нашей деятельности. И вот, собственно, Луц рассказал, как бы, как он стал ночным мэром Берлина. И тут вот такой момент, просто, как бы, если вы не очень хорошо знаете, как и я, чем именно занимается ночной мэр, то я просто расскажу несколько прикольных кейсов, о которых я сам вот узнал буквально неделю назад. Ну, во-первых, как бы, ну, мэр – это, типа, фигура, которая лоббирует какие-то интересы ночных клубов в, ну, в каком-то городском аппарате. И официально, не в смысле, как бы, это не какая-то номинальная должность, это, как бы, человек, который, ну, реально взаимодействует с городом и доносит какие-то нужды и потребности своей индустрии. И тут такой, как бы, ну, вот самый прикольный кейс, например, то, что ребятам удалось выделить, ребятам удалось получить миллион евро финансирования на звукоизоляцию клуба в Берлине. Который был, там, соответствующим образом разделен между площадками, вот. И это все, как бы, это деньги к государству. Ну, то есть, как бы, вы можете себе представить такое в Москве? Я пока что не могу, но я думаю, что и они когда-то, когда-то не могли такое представить. И он, вот, собственно, Луц сам знаком с и с лондонской какой-то системой устройства клубной, и с нью-йоркской, и с другими, как бы. И, там, он сталкивается с тем, что, ну, в этих городах, даже в этих городах, как бы, такого нет. То есть, как бы, тут не надо думать, что мы тут сидим, как бы, в своей жопе, извиняюсь, и у нас все плохо, а во всем цивилизованном мире все иначе. На самом деле, нет, потому что, ну, как бы, вот, кейс с Берлинский, как бы, он просто связан вот с тем, что, как бы, чувак очень, как бы, активно занимался этим и лоббировал, ну, какие-то интересы. Он, как бы, он очень много, на самом деле, всяких важных идей сказал о том, как, вообще, ну, как бы, найти такого лоббиста, как бы, и человека, который будет взаимодействовать с городом, который будет доносить идеи и, ну, как-то рассказывать. Так, мне тут надо, наверное, переключить только формат, извиняюсь. Вот так. Короче, да, и он, ну, как бы, он рассказал очень много разных всяких штук про то, как они к этому шли, и это, на самом деле, какая-то планомерная работа, как бы, которая требует, ну, большого количества усилий. И нужно, как бы, нужно взаимодействовать, как бы, и с городом, и с бизнесом, и с разными представительствами города, там, и с туризмом, и с, ну, как бы, с представителями департамента культуры, и, ну, и министерства культуры. Ну, короче, в общем, здесь очень много каких-то шагов, которые нужно сделать, и для этого нужен, как бы, человек. Единственное, к чему мы пришли в ходе беседы, это то, что этот человек не должен быть, он не должен представлять какое-то комьюнити, потому что, как бы, ну, у нас такая проблема, что, ну, люди обычно, как бы, музыкальной индустрии не доверяют тем, кто пытается создать какую-то структуру, организационную структуру над индустрией, потому что, как правило, эти люди сами, сами являются, ну, как бы, заинтересованными, скажем так, игроками. И, ну, я бы с огромной радостью, хоть сам бы попытался бы стать таким лоббистом, но я понимаю, что просто, ну, как бы, я понимаю, что это просто будет не очень правильно. Итак, дальше. Третий вопрос. Что с Казарьяном собрались мутить? Мы там писали, да, я писал в материале для ЭМИ недавно, что мы с Казарьяном, вышеупомянутым, кое-что мутим. Но пока что об этом рассказывать я не буду, потому что это в стадии разработки. Четвертый вопрос. Так, как вы определяете целевую аудиторию вашего мероприятия? Возраст, картинка, помимо того, что человеку интересно узнавать новую музыку? Честно, никак не определяем целевую аудиторию, потому что мы, ну, как бы, не то, что никак. Мы, как бы, определяем свою целевую аудиторию. Наверное, там есть какие-то, есть несколько категорий, которые мы там выделяем. У нас есть, ну, условно говоря, там, как бы, какие-то прослойки музыкальные, связанные с разными жанрами. Это, конечно, это, я не знаю, там, я бы описал это так. Это любители авангардной музыки, это повзрослевшие рейверы и неповзрослевшие рейверы, которые просто любопытные, скажем так. Это люди, которые привыкли слушать какую-то неформатную музыку из разных сфер. Но на самом деле это не только музыкальная аудитория. То есть, как бы, вот этот ряд я могу продолжить и дальше, как бы, ну, там много разных подгрупп, скажем так. Но при этом мы работаем, как бы, и с аудиторией, которая, не знаю, интересуется искусством, с аудиторией, которая тут, на самом деле, наверное, еще я бы привлек бы отдельно нашего таргетолога, чтобы ответить на этот вопрос. Потому что у нас, там, для, например, там, для таргетов в Фейсбуке, там, есть какие-то свои методики, по которым отбирают, там, аудиторию, там, по интересам. То есть, условно говоря, там, как бы, определяют то, что, ну, типа, там, в ходе какого-то исследования аудитории, там, становится понятно, что, я не знаю, что люди, которые слушают, не знаю, глупо, но, допустим. Там, люди, которые слушают техно, они, там, также любят кофе. Ну, например. Вот. И, как бы, и тогда, типа, ты выстраиваешь, там, таргет на любителей кофе, допустим. Ну, короче, как бы, я к тому, что, на самом деле, просто изначально все равно мы определяем аудиторию, исходя из музыкальных каких-то их ориентиров, а уже потом, как бы, ну, ищем вот эти ниточки, за которые, за которые дергаем. Вот. Но, на самом деле, как бы, с аудиторией, с аудиторией, даже с музыкальной аудиторией, тут, ну, тут есть, ну, много всяких интересных каких-то кейсов, о которых можно прям долго-долго рассказывать. Там, как мы, там, пробовали, там, не знаю, там, достучаться до людей, там, которые, не знаю, до 35-летних, 40-летних любителей, там, лейблов арп, допустим. Там, как бы, как это реально срабатывало, там, ну, как бы, при правильной какой-то подаче. Ну, об этом я просто уже как в каком-то виде говорил, поэтому, наверное, я просто не стану повторяться. Так, ладно, дальше. Как насчет организации серии концертов-вечеринок под лейблом Fields? Как это делает тот же Motherland под вывеской Motherland Autumn или Motherland Hideout? Думали и делали, на самом деле. У нас была серия концертов Leftfields, которую мы делали прямо перед фестивалем 2019 года. Мы привозили Колина Стэтсона и привозили Bing Beats. Но в целом мы за, на самом деле, просто пока что как-то, сами понимаете, сейчас пока что об этом не думаем. Но при этом, да, тут, кстати, я, наверное, сделаю такое небольшое лирическое отступление на тему того, чем мы планируем заниматься в 2020 году. На самом деле, помимо того, что мы перенесли фестиваль на 2021 год, у нас сейчас есть несколько довольно значимых активностей, которые мы хотим сделать в 2020 году, которые мы будем делать совместно, если там сейчас мы все это окончательно подтвердим, совместно с культурными институциями и фондами, которые нас поддерживают. Вот, и, вероятно, у нас до конца года пройдет мини-фестиваль. Ну, такой мини, такой неплохой мини-фестиваль, скажем так. То есть это будет, вероятно, даже на несколько дней мероприятие. Ну, и, конечно же, как только закончится карантин, какие-то концерты мы точно сделаем прямо тут же, потому что это уже даже вопрос не каких-то финансовых обстоятельств, а просто, ну, как бы, собственных побуждений. Так, следующий вопрос. Почему российские авангардные экспериментальные артисты часто пренебрегают качеством звука и техникой исполнения? Коррелирует ли это с западными трендами? Ну, я думаю, что, на самом деле, я мог бы согласиться с этим утверждением 7 лет назад, 10 лет назад, но сейчас я с ним не соглашусь, потому что реально ситуация очень сильно изменилась. Ну, конечно же, остались, как бы, и те, кто по-прежнему пренебрегают качеством звука. Но тут такой момент, как бы, что изменилось понятие от самого качества звука. Ну, то есть, типа, я не знаю, с появлением, там, допустим, лейблов вроде, там, Trilogy Tapes, Apal Tapes и, там, не знаю, даже лейбла Lies, ну, просто понятие качества звука немного, ну, сильно изменилось. И иногда, как бы, плохое качество звука становится намеренной формой артиста, как бы. Ну, просто вопрос в том, как именно это плохое качество оформлено, как бы, то есть, ну, как бы, это как, я не знаю, там, когда-то было модно делать, там, не знаю, как бюрел, добавлять, там, шум пластинки, шум иглы виниловой, ну, как бы, а теперь, ну, там, стало модно, там, делать нарочитый лоу-фай, и, типа, это такая фишка в каком-то смысле. Ну, и западные тренды, на самом деле, это коррелирует с западными трендами в том числе. Как бы, я бы тут, скорее, немножко про другое сказал бы, что, если 10 лет назад, допустим, в России была ситуация, когда русские музыканты делились очень чётко на западников и славянофилов, типа, западники — это, ну, условно, условно, это слабой, которые делали, как бы, аккуратно, очень ровненько, чётко, и прям по западным лекалам, но без, ну, без своего лица. Ну, то есть, как бы, я извиняюсь, если, как бы, тут какую-то вкусовщину развожу, как бы, но мне лично казалось это так, и, ну, как бы, в тот момент появилось очень много групп, которые запели на английском и научились сделать себе качественный продакшн, но при этом, как бы, идеи, не особо какая-то идея этим была, и в итоге, на самом деле, многие из них куда-то поисчезали. Ну, только-то слабой, кажется, из них и остался. Вот. Как бы, ну, как бы, а славянофилы как раз-таки всегда были вот таким, вот тем, о чём вы спрашиваете, что, ну, как бы, с каким-то пренебрегающим качеством звука и так далее. И меня самого раньше это очень сильно коробило, потому что мне часто, ну, как бы, в зачатке нравились какие-то идеи, но я понимал, что это невозможно слушать, там, типа, и более того, и я понимал, что там такое, там, условно, там, если я это ещё могу как-то понять, там, закрыв глаза на качество, то люди, которые, там, какой-то западный слушатель этого не поймёт совершенно. Сейчас этого нету, сейчас, как бы, всё настолько перемешалось, сейчас перемешались и запад, и восток, и север, и юг, и Африка, и ближний восток, и уже просто, как бы, границы абсолютно непонятны. И в этом отсутствие границ, ну, как бы, стало проще, как бы, нарушать правила, и, как бы, вопрос в том, короче, насколько это художественно оправдано, я бы так сказал. Дальше. Не планируете ли вы устраивать опен-эйр с палатками а-ля Сигнал или Солар Систа? Честно, ну, как бы, в 2000... Короче, когда мы провели фестиваль 2019 года, у меня возникло гигантское желание, потому что я также занимаюсь букингом Сигнала, как раз-таки букингом артистов на Сигнал, потому что второй год, и, ну, как бы, после Филдса, через неделю, на следующую неделю после Филдса я поехал на Сигнал, как бы, у нас такой был прям марафон, можно сказать, и, ну, как бы, конечно, ну, как бы, я, насмотревшись на Сигнал и в очередной раз побывав в Николе, я, как бы, был полон энтузиазма на тему того, чтобы сделать Филдс в Николе и как-то поработать с природой, повзаимодействовать, но Ваня Полиский, меня разубедил Ваня Полиский, это, вот, собственно, сын старшего Полисского Николая, который сделал, там, кучу арт-объектов и считается одним из, во-первых, проходцев в Николе Ленивце. Ваня Полиский меня переубедил, он мне сказал, как бы, что, типа, чувак, как бы, вот тебе это надо вообще, как бы, ну, как бы, аудитория 30 плюс, там, вашего фестиваля, ну, ан, там, типа, 25-30 плюс, как бы, ей, ну, реально, ну, как бы, тем более, там, немногим просто, ну, как бы, охота выбираться в некомфортные условия, особенно учитывая то, что количество палаток, там, там, станционарных, каких-то мест для проживания в Николе ограничено, многие могут, как бы, ну, не захотеть, в общем, как бы, просто ехать на такое мероприятие. Ну, и все-таки мы же делаем, как бы, одно дело рейв, как бы, ну, который способен собрать, там, и 10 тысяч человек, и 15, ну, и, там, хотя бы 5 тысяч человек, как бы, другое дело, ну, как бы, такой фестиваль, как Филдс, просто, есть ощущение, что, ну, какой-то, довольно увесистая часть аудитории, взрослая, и, ну, привыкшая к какому-то комфорту, что ли, и мы можем, как бы, просто, она не доедет, как, есть такое мнение, но, на самом деле, ну, как бы, вопрос хороший, и, в целом, конечно, ну, когда-нибудь это было бы классно сделать, и это очень хочется, вот, просто вопрос в том, насколько это будет рентабельно. А на какие средства вы существуете, на фестиваль, выделяется ли на фестиваль госбюджет? Нет, госбюджет не выделяется, выделялся вот только тогда, когда, ну, я рассказал, когда мы делали все эти парковые кейсы, первые наши 4 года, все это все был госбюджет, ну, то есть, как бы, и поэтому был бесплатный вход, и, как бы, вот. А сейчас, начиная с мотобора, мы существуем на собственные средства, и, ну, то есть, как бы, Что такое собственные средства? Собственные средства, тут такое понятие размытое, как бы мы, у нас есть, я лучше скажу, какие у нас есть приходы, то есть у нас есть траты и есть приходы. Наши приходы это в первую очередь билеты с фестиваля, затем спонсоры коммерческие, затем культурные институции, точнее даже не культурные институции, а посольства и фонды, которые при посольствах существуют. Затем, в каких-то отдельных случаях, это может быть бар, с которого мы зарабатываем, если какие-то договоренности с площадками, или мы сами ставим этот бар. Ну и, понятно, мерчи, всякая мелочевка, фудкорты и прочее. Вот, собственно, это деньги, на которые мы существуем, и здесь нет никаких секретов и никакой суперподдержки. Я не могу сказать, как бы, ну, каких денег, там, если говорить, допустим, про коммерческих спонсоров и про фонды, каких денег больше, потому что, ну, всегда это по-разному, но в целом, как бы, мы дружим давно с посольством Норвегии, мы дружим с, мы делали, вот, на летнем филдсе у нас, нас поддерживало, как это, ну, короче, посольство Британии, но, по сути, как бы, люди, которые раньше делали British Council, Британский Совет, вот, также мы, там, на 2021 год, на 2020 год мы планировали, как бы, там, с французским институтом поработать, ну, и запросов в большом количестве институций, мы отсылали запросы, на самом деле, там, со многими связь, ну, как бы, устанавливается, и в целом, это, ну, какая-то реальная возможность, то есть, как бы, тут стоит просто понимать, что это, это не, не какая-то мифическая история про то, что посольство поддерживает мероприятие, это реальность, и, как бы, ну, это прикольно, но это, как бы, круто, потому что, потому что, в отличие от брендов, как бы, посольство от тебя ничего не хотят, как бы, посольство просто хотят, чтобы, как бы, ну, в смысле, что им достаточно того, что ты приводишь какого-то артиста, представителя их государства, вот, который представляет их страну, там, ну, как бы, единственное, что они там могут захотеть, это просто какого-то упоминания, ну, что мы в любом случае сделаем, потому что для нас это важно, ну, в смысле, что это не про какие-то адаптации, там, вашего, там, мероприятия, вам не нужно придумывать, там, я не знаю, как, куда там пристроить, там, не влезающий логотип, там, условно говоря, там, какую бессмысленную активность провести на площадке, и так далее, ну, как бы, ну, и, на самом деле, я, опять же, как бы, к коммерческим брендам тоже отношусь, как бы, нормально, ну, как бы, просто бывают разные, как бы, кто-то, кто-то любит нативные интеграции, а кто-то, а кому-то пофигу, вот. Как можно стать вашим волонтером? Да вы можете хоть мне написать, или страницы Филс в любой из соцсетей, там должны, вот, коллеги ими поделиться страницами, и вы сможете написать. Волонтеры всегда, мы всегда рады волонтерам. На самом деле, да, волонтерам огромное спасибо, я думаю, что любой фестиваль это может сказать то же самое, потому что, конечно, когда делаешь, ну, как бы, мероприятие, на котором выступает гигантское количество артистов, и без того задействовано, как бы, персонала, там, 10, 15, 20, как бы, человек, то, конечно, тяжело, ну, как бы, тут, как бы, ну, просто финансово это невозможно, как бы, там, нанять, нанять столько людей, как бы, чтобы сделать фестиваль, ну, хоть маломайски, окупающимся. Вот. Так, и вот последний вопрос вижу. Что думаешь о переизбытке музыкального рынка? Насколько у слушателей есть интерес к новой музыке? Ох, ну, это какой-то философский, конечно, вопрос. Я бы хотел знать на него ответ. Я могу просто по себе тут сказать, как бы, у меня периодами интерес к новой музыке появляется. В какой-то момент мне становится очень тяжело слушать новую музыку, потому что, как бы, просто просто слух не настраивается на восприятие новой музыки, везде слышишь уже старую музыку, ну, в смысле, отголоски старой музыки, и кажется, что, типа, ничего нового, вот это всё. Но это всё какая-то настроенческая штука, на самом деле, как бы, просто с возрастом становится настроение, как бы, становится чуть-чуть тяжелее его, как бы, регулировать, как бы, самостоятельно, в том плане, что, ну, то есть, как бы, просто очень много мыслей, забот, каких-то вещей, которые просто тебе не позволяют, там, погрузиться в музыку так, как можно было раньше, как можно было, там, не знаю, в 25, там, типа, или, там, в 20, там, не знаю, там, особенно, как бы, сейчас, конечно, просто, чтобы настроиться на новую музыку, нужно как-то время на это уделять, и на фоне, как бы, там, условно, где-то, если ты где-то, я не знаю, перемещаешься по городу, как бы, в наушниках, как бы, это вот уже, как бы, история, которая не работает, как раньше, просто, ну, у меня лично. Но, если возвращаться к вопросу какому-то глобальному, есть ли у слушателей интерес к новой музыке, да он есть, на самом деле, и есть новая аудитория, которая новую музыку слушает, и, как бы, мы до неё тоже, как бы, доносим какой-то месседж, и она к нам приходит. Просто, тут вопрос в том, как эта аудитория слушает музыку, и как, ну, там, скажем так, раньше, там, мы, там, слушали музыку альбомами, там, типа, сейчас, я не знаю, как слушают музыку большинство, и не стану тут скрывать, там, как бы, я слышу разные мнения, конечно, там, в силу своей деятельности встречаюсь и, там, и с двадцатилетними людьми, которые точно так же слушают музыку альбомами, но при этом, как бы, понятно, что, там, типа, во времена стриминга, во времена плейлистов, как бы, ну, как бы, зачастую многих артистов даже и не, ну, как бы, ну, короче, зачастую можно не слушать артиста, там, целиком, как бы, не в смысле нужно, а в смысле, что можно, как бы, не слушать, потому что, ну, просто технически, как бы, все так устроено, что, там, я не знаю, там, кто-то листает, я не знаю, вконтакте, там, страницу, да, ленту, и там, там, ему просто попадается какой-то плейлист от паблика, который, он, там, не знаю, котирует в том или ином виде, он его просто слушает, ну, как бы, еще, как бы, там, неважно, там, какой артист ему понравился, Кому-то если понравился, он зайдет и послушает весь альбом, например, артиста. Но при этом, сложно сказать, но мне кажется, что он есть, просто нужно его немножко новыми какими-то средствами развивать и доносить. Ну вот, например, там сейчас, мне кажется, что какие-то визуальные штуки, например, работают хорошо, ну то есть, типа, я не знаю, там клипы снова, кажется, приобретают какую-то новую силу и способность доносить какую-то музыку, зачастую непонятную до аудитории. И потом, я не знаю, ну короче, это очень сложный вопрос, я надеюсь, что этот интерес есть и мы будем стараться его как-то поддерживать со своей стороны. Вот, как-то так. Если у кого-то еще остались какие-то вопросы, задавайте, буду рад ответить. Если нет, то тогда, я думаю, нам пора уже закругляться, а то уже два часа прошло. Так, ну, я думаю, что... Так, сейчас я загляну быстренько. Так, ну, наверное, тогда все. Спасибо всем за внимание и за хорошие вопросы, на самом деле, было приятно, что с таким вниманием как бы все отнеслись. И какие-то по делу штуки рассказали, спросили. Вот, я думаю, что на вопросы по поводу Берлина, там был вопрос, скорее всего, коллеги подскажут, закинуть ссылку, или я там могу скинуть ее на Ютубе. Вот, как только я закончу, все. Все, спасибо всем. И...